Здравствуйте! В эфире программа «Услышать каждого». Тема сегодняшней программы «Школа предпринимательства». На эту тему мы сегодня поговорим с первым заместителем министра Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок уранной Октябрьевной Смоленцевой. Здравствуйте! Добрый день! Урана Октябрьевна, расскажите, пожалуйста, про проект «Цели и задачи». Проект у нас «Школа предпринимательства» действует с января 2017 года. Как знаем, глава Республики Тыва Шалбан Валерьевич Карол в своем послании Верховного Хуралу парламенту Республики Тыва о положении дел Республики и внутренней политики на 2017 год поставил задачу не дать проектный принцип в органы власти на более системной основе и по всем направлениям. Цель и задачи проекта – активизация предпринимательской деятельности на рынке госзаказа Республики и увеличение доли участия заключенных контрактов, а также повышение эффективности закупок и повышение конкуренции. Проект предполагает бесплатное обучение правилам участия в государственных закупках для начинающих предпринимателей и людей, которые хотят начать свое дело. Каким образом проводится бесплатное обучение? Бесплатное обучение проводится ежеквартально. Мы осуществляем выезды в муниципальное образование. В городе Козылье мы семинары проводим раз в три месяца. С января месяца мы уже проводим бесплатные семинары с участием электронной торговой площадки, где проводятся электронные аукционы и своими силами. Кто в основном приходит на обучение? Это начинающие предприниматели или все-таки опытные? На обучение приходят и молодые предприниматели, и те предприниматели, которые уже опытные, которые участвуют в торгах. Более опытным мы даем информацию о том, как нужно получить электронную цифровую подпись, как аккредитоваться электронной торговой площадке, потому что все торги проводятся в электронном виде. Все азы и все требования 44-го закона, все требования к тому товару, по которому они хотят подать заявку. Для продолжающих предпринимателей мы ежемесячно, почти у нас закон меняется. В связи с этим мы даем уже новые изменения закона. Если это школа, то значит должны быть и преподаватели. Кто входит в их число? В число преподавателей входят сотрудники министерства. Мы стараемся ежеквартально приглашать с помощью электронной торговой площадки с Института дополнительного профессионального образования города Новосибирска и также города Иркутска. Там приезжают профессиональные преподаватели и оказывают нам помощь по подаче информации, по изменениям закона и по всем остальным. Проект был запущен в январе этого года. Какие-то итоги уже можно подвести? По итогам 8 месяцев у нас уже обучение прошло 159 предпринимателей. До конца года мы предполагаем обучить еще около 50 предпринимателей. Мы с муниципальными образованиями работаем. Те, которые в этом году новые предприниматели, которые открывают новые дела, стараемся для них тоже открыть школу, чтобы они знали азы 44-го закона, что такое электронные торги. Для них это совсем новое. Поэтому для начинающих у нас очень много информации и оказываем помощь почти еженедельно, ежедневно. Какой должен быть период обучения? Это несколько дней, неделя, месяц? Нет, обучение проходит в течение двух дней. Мы в тот период стараемся охватить и государственных заказчиков, это те, у которых есть потребность в товарах, работах, услугах. И для участников торгов также проводим обучение. Это интересно, изменения 44-го закона, и вообще все обучение интересно в течение двух дней и для заказчиков, и для участников торгов. Где проводятся семинары? Обучение мы проводим, стараемся брать большие залы. Последний раз мы проводили в Доме народного творчества, где мы можем арендовать большой зал, зависит от участников. Если заявляется больше 100 участников, мы берем больше помещения, где меньше, мы анонсируем, даем объявление в проводимом семинаре заранее, за 2-3 недели до проведения семинара. Это должны быть обязательно групповые занятия или, возможно, индивидуальные? Индивидуальные занятия и консультации мы проводим почти ежедневно. Есть новые участники торгов, которые заинтересованы в этом. Они приходят, получают консультацию. Мы стараемся для начинающих давать консультации ежедневно. Если есть человек заинтересован, приходит к нам министерство, мы стараемся дать исчерпывающую информацию. Где желающим можно найти информацию о предстоящем семинаре? У нас есть сайт Министерства госзакупок на сайте и у нас в группе ВКонтакте тоже есть страница нашего ведомства, Министерства контрактной системы сферы закупок Республики Това. Там информация есть. Как можно зарегистрироваться? Какие-то необходимые документы? Нет, мы... Они заявки подают уже в телефонном виде. Да, мы пишем номер телефона. Они заявки подают. И в день проведения мы регистрируем желающих всех. Уран Акцебрена, приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример процедуры госзакупок. Государственные закупки. Это потребность всех государственных учреждений. Это могут быть детские дома, это школы-интернаты, это интернат для престарелых и инвалидов. Это все государственные учреждения, которые подведомственны. Министерство образования, Министерство культуры, Министерство труда и социальной политики. У них есть государственные... У них есть на содержание и вот этих учреждений потребность на товары, работы, услуги. Это продукты питания, это ремонт помещений, это... Даже у Министерства образования большой спрос услуги интернета закупает для своих школ. Поэтому это различные там сферы деятельности. Но продукты питания на сегодняшний день для участников торгов это те, которые имеют, как бы производят хлеб на сегодняшний день. Мясо на сегодняшний день у нас тоже есть уже промышленный забой мяса, да. Молоко, молочные продукты, те, которые уже у нас уже на территории. Мы уже можем... Конкуренция в этом плане есть. Участники проекта, губернаторского проекта относил один продукт. Когда уже этот проект заработал в начале... Три года назад. И те, которые уже предприниматели начали новую деятельность, мы их обучили. И на сегодняшний день они участвуют в торгах. Для тех предпринимателей, которые начинают все-таки свои дела, те, которые продолжают работать, да. На сегодняшний день ценовая политика такая, что на рынке сейчас рыночная экономика. Поэтому у нас требует... Как бы закон требует снижения цены. Это значит увеличение конкуренции. Больше предпринимателей должны... У нас конкурентоспособные предприниматели должны быть уже. И поэтому наша работа направлена на то, чтобы было больше участников торгов, которые проводим мы. И чтобы мы экономили бюджетные средства. Это эффективность торгов. И конкуренция прежде всего. Этот проект будет продолжен в следующем году или этот год и все? Нет. Этот проект, он будет продолжен и дальше будет развиваться. Там уже конкретно предприниматели, которые активно участвуют в торгах, которые мы обучаем, они все равно развиваются. И мы бы хотели на рынке уже увидеть тех поставщиков, которые на ногах стоят, да, уже которыми уже... которые могут уже конкурировать. Для них мы планируем, значит, провести номинацию поставщик года на 2018 год. И те, которые будут добросовестно исполнять контракты и будут работать на рынке и участвовать в торгах, для тех мы будем номинировать, награждать, отмечать, что поставщик ТУВИ на 2018 год очень, ну, кто как бы больше провел, поставил продуктов питания, кто оказал услуги, кто выполнил работы добросовестно, тех мы будем отмечать уже в дальнейшем от поставщиков года. Вот проект продолжен. Входит ли в ваши дальнейшие планы дополнить уже существующие семинары новыми? Дополнительных семинаров Мы предполагаем на 2018 год, если будет очень больше, ну, как бы больше заявок на участие вот этих школах и семинарах, да, мы расширяемся больше. Там, возможно, ежемесячно будем проводить, возможно, будем ежемесячно проводить в муниципальных образованиях, да, с выездом на места. На сегодняшний день пока вот раз в три месяца мы проводим семинар бесплатный только на территорию города Козыла. В муниципальных образованиях мы обучаем тех предпринимателей, которые начинают работать вот с нынешнего года, новых предпринимателей. Если мы будем развиваться, если будет очень много желающих предпринимателей, те, которые хотят конкурировать, я думаю, что будем работать. С какими проблемами сталкиваются предприниматели в муниципальных образованиях и какие часто задают вопросы вам? Предприниматели в муниципальных образованиях, которые начинающие, да, для них, для них очень проблемно получить электронно-цифровую подпись, очень проблемно получить, как бы, доступ, значит, к торгам электронов. Почему? Значит, электронно-цифровую подпись пока выдают в удостоверяющем центре только в городе Кызыле, это коммерческая организация. Для них трудность провести участие в электронных торгах, подачи заявки в электронных торгах. Это тоже очень сложная процедура, где нужно соблюдать техническое задание, требования 44-го закона. Поэтому для них определенные трудности есть, потому что начинающие многие обращаются посредникам. Они оплачивают тоже деньги, чтобы подать заявку. Поэтому, чтобы таких посредников не было, мы напрямую работаем начинающими предпринимателями, помогаем. Потому что поставки продуктов мы делаем торги где-то на полугодие. Поставка хлеба, например, на полугодие. Потому что участие в торгах – это не бесплатно для предпринимателей. Они должны в обеспечении заявки тоже оплату произвести. У них тоже деньги обеспечения контракта, тоже денежные средства предприниматель должен иметь. Поэтому предприниматель должен рассчитать свои возможности поставки продуктов питания по графику. Поставку, все, которые они финансово смогут, поставку эту произвести. Произвести столько продуктов питания, чтобы обеспечить полугодовую потребность учреждения. Поэтому для предпринимателей это очень сложная задача, очень много вопросов. Но мы не стоим на месте, мы должны развиваться. Мы должны на сегодняшний день получить больше участников торгов, конкурировать на рынке. Поэтому мы очень стараемся в этом направлении. Урана Октябрьевна, время наше вышло. Спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была первый заместитель министра Республики ТВА по регулированию контрактной системы в сфере закупок Урана Октябрьевна Смоленцева. Тема сегодняшней передачи – «Школа предпринимательства». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова